Так, всем доброе утро. Сегодня мы начинаем, видите, вовремя в 10 утра. Уже до этого поучили Талмуд. Так что мы сейчас очень в талмудическом таком состоянии. Учили Вавилонский Талмуд. Знаете, вот интересно, что еврейская жизнь такая религиозная, ну как бы по-простому относится. Ну там, поучили Вавилонский Талмуд. На каком языке? Половина на арамейском, половина на иврите. И что, прямо его в Вавилоне записали? Да, в Вавилоне записали. Вот мы сейчас читаем то, что сидели когда-то люди в Вавилоне, 2000 лет назад. И они это записывали, обсуждали, представляете. А мы сейчас сидим спокойно это изучаем, читаем. Очень интересно. А царь Соломон, вот мы сейчас начнем притчи изучать. Мишли, да, мы продолжаем изучать притчи царя Соломона. Всем доброе утро. Видите, хорошо, когда ровно в 10 начинаем, все понятно, четко. Сразу, сразу сколько людей в бейт-мидраше. Прямо у нас такой виртуальный бейт-мидраше, это дом учения. Виртуальный дом учения. Зачем Тору? И царь Соломон сейчас на небе там радуется, смотрит и говорит, ох, молодцы. Вот сейчас, я думаю, что в мире сейчас, вот мы учим Мишли, да? Ну, из 8 миллиардов людей, я думаю, может быть, сейчас еще, ну, человек 800 наберется. А может и нет. Кстати, кто именно в данный момент учит Мишли, может, только мы в мире-то и учим Мишли. И когда есть в Талмуде написано, что когда повторяют слова какого-то мудреца, который он сказал, то у него губы в могиле шевелятся. И царь Соломон, интересно, никто не знает, где его могила. Известно, где похоронен царь Давид. Царь Давид похоронен в Иерусалиме, в Старом Городе. А вот где царь Соломон, Шлома Меллах, где похоронен, неизвестно. Я бы очень хотел бы съездить к нему на Мадилу. Кстати, интересно, у нас есть Яков Шатадин, всем привет. Яков Шатадин, директор портала ВАИКРА. И он такой, учится, там не учатся все раввины русскоязычные. Такая есть, Швутами Колель. И он может попросить, попросить, и он может на ВАИКРе даже попросить всех авторов, всех раввинов. Вот мы уже знаем про Рахав, когда-то на уроке мы затронули тему, про Рахав, на которой женился Иошуа Бен-Нун. И вышла прекрасная статья про Рахав, полностью исследование про нее, про ее жизнь. Как она вышла замуж за ученика Машера Бейну, за царя Израиля Иошуа Бен-Нун, который зашел, завел сынов Израиля, завел тогда в землю Израиля, да, после 40 лет в пустыне. И как она вышла за него замуж, как вообще, очень интересная статья. И сейчас было бы классно, чтобы кто-то из раввинов таких, да, они провели бы исследование про царя Шломо, про его жизнь, поискать и найти бы, где он похоронен. Вообще, я бы поехал бы к нему на Мадилу, прям, найдите, пожалуйста, да, я, Яков, Рэб Яков, посмотри, пожалуйста, если бы найти, что говорят, где похоронен царь Соломон. Я знаю, что есть даже два мнения, сколько он жил, потому что в 42 года он исчез. И некоторые говорят, что он умер в 42 года, а некоторые говорят, что он просто ушел с царского поста, ему все это надоело, он написал книгу Каэлит, Каэлит Экклезиаст, это, да, у нас есть, уже мы ее изучали, прошли всю книгу, и он там доказал, что все эволивали им, все это суета-сует. И в конце он сказал, что совдавар, в конце концов, все понятно, Бога бойся, заповеди его соблюдай, потому что в этом весь человек, для этого человек создан. И по одному из мнений, он после того, как он это понял, он ушел с царского поста, и может быть, он ушел куда-то стал, ну, как просто стал жить себе, как есть цадик Нестар, есть такие люди, скрытые праведники. В каждом поколении есть 36 скрытых праведников, в заслугу которых существует этот мир. То есть они настолько преданы к Богу, настолько они каждую секунду своей жизни посвящают только служению Богу, что они создают для этого мира оправдание, чтобы мир существовал, чтобы все остальные в это время занимались там политикой, азартными играми, какими-то там, ну, там, делами, какими-то, да, все занимаются вообще не божественными делами. Вообще не божественными. То есть даже, я как-то видел 10 самых больших филантропов мира, там, ну, которые жертвуют деньги, да, из них на религию никто, вообще никто не жертвует. То есть жертвуют на искусство современное, чтобы современные художники могли там черепа делать в бриллиантах, да, или там, ну, знаете, современное искусство, это вообще, ну, то есть, бред, ну, самый большой бред, да, там, тени на стены пускать, о, красиво. На это жертвуют миллиарды. На, жертвуют миллиарды на, на, значит, уничтожение болезни в Африке, да, то есть в Африке, ну, там, одну уничтожь болезнь, 10 вместо нее опять придут. И они, если посмотреть, как они живут, они, в принципе, и не хотят, чтобы у них болезни уничтожались. Мне кажется, они особо жить-то, ну, и не стремятся, да, вот если посмотришь на них, на фотографии, да, как голые вот эти вот индейцы, тут у него бамбуковая такая одета штука, и он голый, и хочет он голым быть. А женщинам они делают вот так, чтобы красиво было кольца, 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 кольца с детства, и поднимают шею, вытягивают, да, и вот она вот так ходит, красиво. Ну, то есть, ну, миллиарды. Билл Дейтс, он посвятить себя решил Африке. Просто вот он сейчас всю жизнь, человек, который создал Майкрософт, сейчас он думает, как Африку, значит, поднять с колен, да, куда поднять, зачем. То есть, они приезжают потом в Америку. Я прекрасно, я очень люблю американцев, реально, они очень быстро бегают, они прекрасные люди. Ну, то есть, вообще прекрасные люди, да. Но, как бы, опять же, я не хочу эту тему обсуждать. Я могу так сказать, что из 10 самых больших жертвователей мира на Бога не жертвует никто. На духовность, на служение Богу никто не жертвует. Жертвует на все, что угодно, кроме этого. И, значит, поэтому, поэтому, возможно, что царь Соломон, Шлома Меллах, ушел в эти скрытые праведники. А что делать в скрытые праведники? Они, каждую секунду, они отдают свою жизнь ради служения Всевышнему. Есть интересная история, как, когда римляне в, ну, в каком-то поколении, когда был рабе Атива, да, это было, значит, уже после разрушения храма, римляне схватили 10 самых больших еврейских мудрецов. И был один римский такой полководец, такой философ. И он, значит, говорит, а вот, смотрите, в Торе же написано, что за то, что украли человека и его продали, за это смертная казнь. Говорит, а вот в Торе вашей написано, что братья украли Йосефа, они его украли, они его схватили, и они его продали в рабство. И, значит, значит, им была положена смертная казнь. А в Торе написано, что они все царите, они праведники, и потом Йосеф их простил сам же, он говорит, это не вы сделали, это Бог сделал, это был замысел Бога. И говорит, но написано, написано, говорит, мне нужно объяснение, почему, если написано, что за кражу человека и его продажу смертная казнь, почему тогда они праведники? Ну, ответ простой, он же на поверхности. В то время, когда это происходило, Тора еще не была дана. Тора была дана на выходе из Египта. А это было еще за, ну, там, за 300 лет до этого, на входе, не было еще Торы тогда. Это первый ответ, самый простой. Но, значит, когда собрались эти 10 праведников, мы вспоминаем эту историю каждый раз в день разрушения храма. Когда собрались эти 10 праведников, и он им сказал, если вы мне ответ хороший не дадите, я вас всех казню, вместо этих братьев. И один из них, это был первосвященник, ну, последний первосвященник, раби Ишмаэль. Он говорит им, я сейчас поднимусь на небо, да, и узнаю, что там. И он поднимается на небо, что значит поднимается на небо? Он не взлетел на небо, он просто закрыл глаза и внутри, внутри, своим вниманием вышел через свою душу, как бы, да, зашел в верхние, туда, куда душа уходит, в верхние духовные там этажи. И, значит, возвращается обратно и говорит, не к зира, к зира, на небе есть постановление, чтобы нас убили. И, значит, они тогда решили, они могли, они все могли менять мир своей мыслью, но они понимали, что этот мир же хозяин Бог, и он Бог сказал правило, как мир должен существовать, и ты можешь действовать только по правилам. И они говорят, ну ладно, говорят, значит, раз постановление на небе вынесено, значит, пусть так и будет. И римляне казнят их разными казнями, очень хорошо известно, как раби Атива, когда его казнили, его они разрывали металлическими такими, металлическими, как, такими крюками. И стоят его ученики, стоят, и они говорят, рабы, учитель наш, это Тора, это награда за Тору, они ему говорят. На небе, Талмуд говорит, на небе в это время ангелы спрашивают Бога, это, говорят Тора, и это награда за Тору, то есть это то, что ты дал Тору. Они только единственные, они ее соблюдают, изучают, то есть весь мир просто там римляне эти, чем они занимались. Давай гладиаторов сейчас запустим со львами, пусть они подерутся, ну давай. И собрались сто тысяч, самые образованные, знатные римляне смотрят, как львы разрывают этих же афроамериканцев, да. Так они, сейчас они дерутся на бокс ходят, сейчас тоже люди далеко не ушли, да. А ну давай посмотрим, там, афроамериканец с каким-нибудь белым там, ирландцем, кто кому морду набьет. Ну давай, весь мир, давай смотреть, кто кому морду набьет. Тоже далеко не ушли. Но римляне были, они были похлеще, да, то есть они смотрели, как люди убивали друг друга, орди устраивали. Они захватили тогда римляне, это были чистые грабители, вообще конкретные грабители, да, которые собрались с легионами. Ну что, идем, значит, захватывать, убивать, насиловать на весь мир, идем. Мы же самые сильные, самые сильные. Пошли, значит, заходят какие-то люди, которые хотят себя защитить. Они их вырезали всех, все забрали, все будете дань платить, понятно. Ну чистая братва такая, да, вот это вот образованные римляне, куда сейчас все ездят. Конкретные бандиты, грабители, да. И главный грабитель, который захватил тогда, ну Израиль был под их властью, тоже они ограбили храм, вынесли все. У них триумфальная арка римляне. Ватикан, я обращаюсь конкретно сейчас к Ватикану. Верните минору, верните, минора вам не принадлежит. Ватикан ограбил Израиль, ограбил храм. И сейчас в подвалах Ватикана хранится минора, которая стояла в Иерусалимском храме, который построил царь Соломон. Деньги, они он собрал с народа, чтобы сделать эту минору. Ну реально, правдиво. Кто может папе римскому передать, чтобы вернули минору? Конкретно, это грабители, она им не принадлежит. У них есть триумфальная арка, как они тянут эту минору, да, себе в подвалы. Сейчас они в подвале ее спрятали. И вот этот вот грабитель, он, значит, приказал казнить мудрецов. Значит, спрашивают ученики у Раби Ативы, Рабейну, это Тора, это награда за Тору? То есть мы соблюдаем Тору? Ты всю жизнь, когда римляне запретили изучать Тору, они сказали, под смертной казнью нельзя изучать Тору. Раби Атива продолжал учить детей изучать Тору. И жертвуя собой, он знал, что его могут за это казнить. И, значит, он был такой самопожертвованный, да. И вопрос, вопрос понятен. Значит, ангелы Бога спрашивают, ты же создал мир, ты дал Тору. Вот эти люди, они полностью тебе преданы, они изучают Тору. И сейчас их казнят вообще, как убивают. Это Тора, это награда за Тору? Тоже вопрос. Значит, Талмуд отвечает. Значит, первый ответ был, Раби Атива сам ответил ученикам. Он им говорит, парни, говорит, успокойтесь, я всю жизнь об этом мечтал. Всю жизнь, я когда говорил Шма-Исраэль, два раза в день мы говорим Шма-Исраэль. И в Шма-Исраэле есть такие слова. Слушай, Израэль, Бог всесильный наш, Бог один, един. То есть, это все Бог, и это Бог, и это Бог, и все Бог, Бог един. То есть, нету здесь ничего, кроме Бога. И дальше идут слова. И возлюби Господа Бога твоего. Ваавта это шамалакеха. То есть, нужно к нему присоединиться. Ава это, когда ты с ним соединяешься. Беколи вавха всем сердцем твоим. Значит, что значит всем сердцем твоим? Сердце на языке мудрецов это мышление. То есть, ты думаешь, когда ты вот думаешь, молишься, у тебя внимание может уходить куда-то. А тут ты, когда Бога любишь, и ты о нем думаешь, то ты с ним соединяешься всем сердцем. У тебя в сердце нет ни одной мысли, кроме как про Бога. Это очень тяжело. Но мы каждый раз себе напоминаем, что все мысли должны быть в сторону Бога. Беколи вавха. Увихоль навшиха и всей душой твоей. Нефеш это животная душа, это тело. Это нефеш. Теперь получается, что, когда мы это говорим, объясняют, что ты должен быть готов умереть за Всевышнего, за Бога. Если надо, ты должен умереть, выполняя заповедь. Потому что ты же не умрешь. Умрешь-то только твое тело. Но когда ты переходишь в следующий мир, выполняя заповедь, то ты это, ну, джекпот. И он говорит, я два раза в день это говорил, будь готов умереть за Бога, выполняя, освящая имя Всевышнего. И сейчас у меня есть такая возможность, вы не понимаете. Говорит, это же для меня вообще, это для меня просто джекпот. Я всю жизнь об этом мечтал. Нельзя самоубийством жизнь заканчивать. Но если ты можешь умереть, освящая имя Всевышнего, все. И он, значит, сказал, шма-эсраэль, ашем-элокейну, ашем-эхад. И на-эхад его душа вышла из этого тела и перешла в следующий мир. А там уже раби-ативу встречали с великими почестями, встречали раби-ативу. Теперь, да, теперь что Бог ответил ангелам? Бог ответил ангелам, молчите, говорит, или я сейчас разрушу мир. Так сказал Бог ангелам. И этот ответ вообще непонятен. Они его спрашивают, конкретный вопрос. Это Тора. Вот Тора это то, что Бог дал, то, что надо соблюдать. И это награда за Тору. То есть они соблюдали Тору, ну, уже выше некуда. Это пик. И вот такая награда, что их уничтожает. Итак, а Бог говорит, молчите ли я разрушу мир. Значит, есть здесь в этом, это и был ответ ангелам. И один из ответов, он имеет отношение к скрытым праведникам. Какое отношение он имеет? Значит, Бог установил, что в этом мире, вот есть этот мир, да, это как, ну, такая механическая компьютерная игра. В нем есть Тора, это программный код, который устанавливает, как молекулы, атомы будут друг с другом взаимодействовать, чтобы они никуда не разлетались, они же внутри летают, все эти электроны, нейроны. Они там все суетятся, там со страшными скоростями они летают. Но Тора это программный код, который устанавливает границы мирозданию. То есть границы, это атомы, там, водорода, это атомы, там, что еще бывает, кроме водорода? Какого-то углерода, там, что-то. Знаете, кто-то про атомы, да, что-то. Значит, но почему-то я сейчас сижу, хотя я знаю точно, что есть вот как электроны летают вокруг ядра, то там есть пустота большая. И человек, человек, и все вообще то, что считается материальным, оно на, с точки зрения физики, оно на 99% пустое. То есть потому что разница, вот есть ядро, а вокруг него летают электроны. Это как Солнце, и вокруг летают планеты. И посмотрите, какая разница, то есть вот Солнце, вот планеты летают, а тут-то пустота. Так вот эта же пустота наполняет всю материальную структуру мира, представляете? И почему-то оно не рассыпается, почему-то оно все держится в каких-то своих формах и так далее. Вот это вот то, что Бог установил, установил законы мироздания, структура мироздания. И, значит, дальше этот мир, он, ну есть там неживая природа, то есть есть неживое все, да, вот эти вот все минералы, там камни. Потом есть растения. Растения это то, что берет это неживое камни, соединяет с другим неживым водой, с другим неживым светом. И вдруг появляется живая жизнь, растение. То есть это минимальная форма живого, которая из неживого создает живое. Дальше приходят более такие вот сложные конструкции, там корова. Пришла корова. Как она ходит? Корова сама не знает, как она ходит. Как-то Бог так сделал, что корова ходит. И эта корова пришла, и жует она целый день эти растения, жует, 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 и переваривает это все в себя. Потом есть человек, который, в принципе, он по телу, он не отличается от коровы. Вообще не отличается. То есть он, корова только, которая ходит на двух ногах, и по-другому чуть устроена. И этот человек, он скосил эти растения, и этот человек убил корову. Все это он зажарил и съел. И ходит, живет себе. Потом на следующий день опять убил кого-то. Ну, там, не корову уже, а на следующий день гуся убил. На следующий день убил гуся. Ободрал с него. С коровы он еще, когда он ее убил, он с коровы содрал шкуру и на себя накинул, чтобы теплее было. Потом он убил гуся. Гуся тоже съел. Перец с него в подушку, в одеяло, чтобы тоже потеплее было, да. Да, и еще взял уже, он современный, знаете, есть те, которые, они против, ну, вегетарианцы, которые против убивать коров. Так они, так они куртят, они пуховики пусть тоже не носят. Потому что пуховики, те, кто не носят шубы, не имеют права носить и пуховики. Потому что пуховики тоже животных ободрали. Ну, по большому счету. То есть, если уже идти, так идти до конца, да. Те, которые против шуб, пускай пуховики тоже не носят, пусть мерзнут. Значит, ну, человек все это ободрал. Ну, зачем это все? Ради чего это все? Сказал царь Соломон, что все это ради одной вещи. Ради того, чтобы, в конце концов, все понятно. Бога бойся, заповеди его соблюдая. В этом весь человек. Ради этого создан человек. Теперь мир существует только ради того, что люди, люди служат Богу. Но, и они вырабатывают вот эту духовную энергию. Вот мы сейчас, например, урок проходит, мы все думаем про Бога. Мы сейчас, Мишли, мы, правда, не изучаем. Я такое длинное предисловие сделал, что капец. Сейчас. Уже весь урок предисловие. Хорошо, секунду. Значит, я закончу сейчас предисловие. Один пасок мы, Мишли, все-таки должны выучить. Значит, мир существует ради того, чтобы учить Тору. Чтобы служить Богу и вырабатывать духовную энергию. Если в мире этой духовной энергии не хватает, у мира нет заслуги на существование. Теперь максимальное количество духовной энергии вырабатывается, когда человек отдает свою жизнь ради Бога. То есть, освещает имя Всевышнего. Теперь ответ Бога-ангелам был такой, молчите, я их могу спасти. Понятное дело, что мне их спасти в три секунды. Они сами могут себя спасти. Но тогда мне придется мир разрушить. Мир сейчас уже звучит красная сирена, красная лампочка. У мира нет заслуги на существование. Все, этот мир должен исчезнуть, стереться. Все, нет, уже у него есть индикатор, да. То есть, индикатор давления, духовного давления. Если духовное давление большое, то есть, все служат Богу. Мир переходит на следующий уровень духовного развития. То есть, наступает там то, что называется золотой век. Люди все любят друг друга. Любовь, братство, нет зла и так далее. Это если все становятся духовными. Если, как сейчас, кто-то духовный, кто-то бездуховный, кто-то добрый, кто-то злой. То мир, он, ну, существует, как существует. Но если все становятся злыми людьми, да, которые против Бога, нет любви, только уничтожают, ну и так далее. То у мира нет заслуги на существование. И тогда только люди, которые готовы ради служения Всевышнему даже умереть. Они могут спасти этот мир, отдавая свою жизнь, выполняя волю Всевышнего. И Бог анделам ответил. Он говорит, смотрите, я могу сейчас все это остановить, но тогда мне придется уничтожить мир. А эти люди, 10 человек, они посмотрели, на небе постановление, отлично, пошли. Вот этот переход, он все равно есть у всех. То, что человек хочет жить, это в нем запрограммировано. То есть, логического объяснения, почему люди хотят жить, нет. Люди хотят жить плохо им, ужасно им, болеют они и так далее. У человека есть программа, инстинкт самосохранения. Бог так запрограммировал, хотеть жить, потому что иначе мир бы не существовал. И те люди, которые верят по-настоящему в Бога, которые верят по-настоящему в вечную жизнь, то им не страшно умирать. Они понимают, что этот процесс, во-первых, это неизбежно. То есть, все умрут по-любому, раньше, позже, плюс 5 лет, 10 лет. Нет, вообще нет плюс 5 или плюс 10 лет. Человек живет всегда в одном времени, сейчас. Есть у него ожидание, буду я жить 10 лет, буду я жить 100 лет, буду я жить 5 лет. А кто-то боится, что он будет жить год. Это все, все это иллюзия. Человек живет только сейчас. И в какой-то момент это сейчас закончится. Жизнь закончится не когда-нибудь, а в какой-то момент она сейчас закончится у каждого. Теперь люди, большинство людей, всю жизнь боятся этого момента, который наступит. Люди, которые верующие, они этого момента не боятся. Они знают, этот момент наступит в любом случае. Они к этому моменту готовятся. Они всю жизнь молятся о том, чтобы была легкая смерть. То есть, смерть зависит от легкости этой смерти, от того, насколько человек цепляется за жизнь. То есть, говорят, что есть там 900 видов смерти, в Талмуде написано. Есть как репейник, который из шерсти выходит, который прям за все цепляется. И даже потом, тот человек, которому нечего там делать в духовном мире, он все время пытается здесь, в этом мире остаться. А он в этом мире не может остаться. И ему от этого плохо. Есть люди, которые, уже находясь в этом мире, как раби Атива, они все время стремились туда. Равшах был такой велик и праведник. Он говорит, да я готов вот сейчас уйти. Меня вообще здесь ничего не держит. Вообще ничего. Он, правда, прожил до 112 лет. Но он был готов идти, ну, то есть, в любом моменте, поэтому он был такой вот искренний в каждом своем движении. Да, он говорит, а что мне бояться? У него, у меня ничего нет, имущества у него никакого не было. У него была только Талмуд, Гмара, Аллахот и все. Вот это вся его была жизнь. Понятно, да, почему они умерли. Теперь это было все предисловие царе Соломоне, что хотелось бы узнать, где его могила. И почему не знают, где его могила. Скорее всего, я видел два мнения. Одно мнение говорит, что он умер в 42 года. Он в 12 лет стал царем. В 12 лет он стал царем в 52 года. И в 40 лет он был царем над Израилем. Значит, второе мнение, что он в 52 года исчез. И он умер где-то за 80 лет ему было. Но остальное время он жил просто служа Всевышнему в тайне, в тишине. Когда ему ничего не мешало. И были такие скрытые праведники, которые переодевались в простых людей. Ходили там. Ну, они не выглядели как раввины, все. Но они именно посвящали всю свою жизнь только служению Богу. Вот, да. 36 этих есть в каждом поколении. Давайте мы должны хоть один отрывочек выучить. Значит, у меня, кстати, все мои уроки. Сейчас это, чтобы была Рифа Ашлома, моей жены. Риф Кабасара, она же блока сломала. Беток Шархулей Истраэль. Среди всех других, которые больные народа Израиля. Чтобы все выздоровели. Чтобы Бог дал каждому из нас здоровье для служения Богу. То есть, это очень важно. И тот, кто... Давайте помолимся все за всех больных народа Израиля. Чтобы все выздоровели для служения Богу. Потому что жизнь имеет смысл только если она посвящена служению Богу. Значит, один отрывок мы хотя бы выучим сегодня. Восьмой отрывок. Мы продолжаем про муравья. Значит, изучать муравьев. Мишли, шестая глава, восьмой отрывок. Изучаем муравьев. Значит, муравей... Нам сказали так, что... Что нужно идти к муравью, посмотреть на его пути и от него умудриться. И муравей этот, у него нету никаких надсмотрщиков. Нету у него... Никто над ним не властвует. Никто ему правила не устанавливает. Он просто делает правильное дело. Вот так мы должны жить. Человек должен на внутреннем своем подходе, на внутреннем подходе, он должен делать правильные вещи. И не ждать, пока его заставят, пока что там ему сделают. И восьмой отрывок. Тахин быкает с лохма. Приготовь летом свой хлеб. Это вот отсюда пошла стрекоза и муравей басня. Теперь понятно, да? Приготовь, как муравей, летом свой хлеб. Агра бакатсир махала. 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 Значит, собери во время жатвы свою еду. Значит, еще раз давайте посмотрим. Подготовь летом свой хлеб. Собери во время жатвы свою еду. Что имеется в виду здесь? Значит, человек, человек, он в течение жизни, он должен собирать вот этот с собой запас на длинный путь. Недостаточно, что есть такие люди. Да я Тору спрашиваю человека. Давай Тору поучим. Да я уже раз прочитал, все, мне хватит. Как тебе хватит? Что значит, один раз прочитал, тебе хватит? Тору надо изучать постоянно. То есть, ты должен постоянно впускать в себя этот духовный свет, совершенствовать свое мышление, служить Богу всем сердцем, всеми мыслями своими. То есть, ты должен постоянно изучать Тору и постоянно делать заповеди. Ты не можешь один раз сделать и все. И есть такое выражение в Талмуде, что тот, кто готовился всю неделю, ему есть что кушать в шаббат. Но уже в шаббат ты приготовить еду не уможешь. Тот, кто в течение жизни собирал заповеди Тору, он выходит туда, уже в вечное плавание, у него уже есть чем он выходит. Об этом говорит царь Шлумо, когда мы должны посмотреть на муравья, он все время готовится, он все время собирает запас. Он не такой, что собрал и лег такой, все, мне хватит. Нет, мы должны, вся жизнь человека, это постоянный духовный рост, постоянное выполнение заповедей. День за днем, год за годом, мир едет вот так по спирали. Вот сейчас мы находимся месяц Ияр. Оп, значит, месяц Ияр, это месяц создания, месяц силы, нет никаких праздников в Ияре, работаем. Дальше идет после Ияра, какой месяц? Сиван, дарование Торы. Дарование Торы, всего один день будет праздник. Сейчас мы идем 49 дней, это Сферата Омер, да, то есть мы сейчас мы строим себя, потом получаем Тору, потом опять нету праздников, но есть у нас напоминание. Томуз. Томуз, 17-я Томуза, это, ну, траурная дата, потом 21 день у нас траурные даты, мы уменьшаем в радости. Вспоминаем, что Бог, Он добрый, и Он вынужден нас иногда наказывать, чтобы вернуть на правильный путь. И как личности, и как народ, и Бог вынужден нас наказывать, Он вынужден был свой храм разрушить, да, чтобы нам напомнить, что, ребята, не ругайтесь. Представьте, что был храм, и евреи начали между собой ругаться, без причинной ненависти друг к другу. Он говорит, нельзя это делать, нельзя это делать, нельзя ругаться, да, и давай опять ругаться, ругаться. Значит, разрушился храм, Он говорит, пойдите, поживите среди других народов, посмотрите, как вам будет, чтобы вы помирились. Две тысячи лет мы пытаемся уже помириться, все равно никто не мирится, все ругаются между собой, продолжаются, сейчас меньше уже, слава Богу, но продолжают ругаться. Вот я, это как случайно получилось, давайте объединимся и напишем петицию, в мире 13 миллионов евреев, давайте все напишем петицию римскому папе, пусть вернет минору. Конкретно Ватикан должен вернуть минору, я считаю, что это прямо должно быть сейчас инициатива. Давайте, портал Ваикра объявляет инициативу, Яков Шатадин, давай, узнай, пожалуйста, узнай, пожалуйста, как это сделать. Мы должны сейчас поднять всемирное движение, мувмент за возвращение миноры в Израиль, в храм. Храма нет пока, но пускай в Иерусалим вернет. Там стоит минора Вадима Рабиновича, вместо него поставим настоящую. Рядом с ней моя жена предлагает. Значит, это справедливо, это честно, у нас есть доказательства, римская это триумфальная арка, там нарисовано, как они ее тащат. Они не имеют права, что за дела вообще, да, верните награбленное, в римске папа. Я думаю, что сейчас нормальный папа такой, из последних, то есть говорят, что он такой, ну, в кроссовках ходит, такой, ну, как бы нежадный. Пускай вернет. Давайте, это будет интересно. Кто за то, чтобы обратиться вернуть минору в Израиль, из Ватикана? Давайте, серьезно, это тема. Это тема. Все, друзья, кто, давайте делаем выводы. Три вывода из сегодняшнего урока. Первый вывод я делаю, что римляне и грабители должны вернуть минору. Это первый мой вывод. Второй вывод, что самое главное все равно служить Богу и все остальное бессмысленно, все остальное это пустая суета и трата времени. И, в принципе, смысл жизни человека это набор духовной силы для дальнейшего пути. И, так как земной путь по-любому закончится, то тратить его на то, чтобы чуть-чуть улучшать свои вот эти вот жилищные условия здесь, ну, грубо говоря, да, или впечатления от других людей нет никакого смысла, да. Ну, то есть, все равно человек живет в одной, у тебя последние полгода решил одеваться в черную футболку, хожу в одной черной футболке, ну, не в одной, купил там три черных футболки, их переодеваю, все, и счастлив полностью, вообще голова не болит, что одеть, как одеть. То есть, человеку, в принципе, немного надо, немного надо из материального, но человеку очень много надо из духовного. И духовная, есть у нас возможность духовно радоваться, духовно расти каждый день, это мой второй вывод. И третий вывод какой? Про муравья, да, про муравья, что нужно, как муравей, просто спокойно делать свое дело, набирать духовного роста, духовной базы, знаний, тора, заповеди, спокойно, вдумчиво и не бояться умереть. Не надо бояться умереть, потому что нет смысла бояться умереть. Умереть это неизбежно, когда-нибудь это случится, поэтому вот этот вот внутренний страх, когда это случится, лучше убрать. Когда случится, тогда случится, лучше к этому готовиться. Все, и сегодня у меня Виктор Комиссарук напоминает, мой шахаин, что у меня сегодня день рождения, сегодня Димил Бейяр, третья яра по, вот я родился, было третья яра, как раз в тот год, когда я родился. И я родился 5 мая, и это выпадало в тот год на третья яра, поэтому по еврейскому календарю у меня день рождения третьего яра. И есть такое обычай, такая вера, что благословение, благословение в этот день человек дает благословение, и они имеют большую силу. Значит, я благословляю всех, кому нужно здоровье, чтобы Бог дал здоровье, чтобы Бог дал вам вот прям крепкое-крепкое здоровье, физическое, духовное, внутреннюю силу, позитивное. Основа здоровья – это позитивное радостное мышление, и это огромная сила внутренняя есть у каждого из нас. Я желаю, чтобы каждому Бог дал вот эту огромную внутреннюю позитивную силу здоровья, позитивного мышления, чтобы прямо все психосоматика, чтобы у всех была психосоматика только добрая, веселая, такая, сияющая и искрящая. Второе – всем даю благословение, чтобы Бог дал каждому денег достаточно и с избытком, чтобы каждому хватало на все, что вам надо, и еще был избыток. И чтобы мы все помнили, что дай Богу из Его, что и ты, и все, что у тебя есть – Его. Чтобы мы все могли давать дздаку, чтобы те, кто прям хотят много зарабатывать, вошли в самые богатые филантропы мира. Пускай хватит уже давать на Африку, надо давать на божественные вещи. И чтобы люди учили Тору, чтобы люди служили Богу. Я желаю всем, чтобы Бог давал денег с избытком, и чтобы часть этих денег шла на божественные нужды. И что еще желаю? Еще я желаю каждому, чтобы есть такое пожелание, чтобы Бог выполнил все запросы твоего сердца для твоего добра. Потому что человек, он все время думает о чем-то, и он как бы шлет запросы к Богу. Запросы сердца – это желание человека. И иногда желания человека не могут идти против него. Так что, чтобы каждый контролировал свои мысли, каждый просил у Бога и думал, и хотел только хорошего, и чтобы Бог выполнял все запросы каждого из нас. Лето Ватеха – для твоего добра. Аминь. И я желаю, даю благословения, сейчас все скажите аминь, чтобы Папа Римский вернул Минору. Папа Римский верни Минору, верни в Израиль Минору, это мое главное сегодняшнее благословение. Все, будем за это бороться. Портал Ваикра выходит на акцию «Международную арену». Мы выходим с запросом, у нас есть доказательства, триумфальная арка, петиция, а сейчас будем за это серьезно бороться. Все, удачи, успехов всем и до завтра. Субтитры создавал DimaTorzok